Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Из любого камня можно строить. И сейчас я вам покажу, как мы сделали барбекю. Мы снимали это видео несколько лет назад. Я когда вчера начал смотреть это видео, я думал, где они откопались? Зачем они его вообще делают? Но потом я понял, что в этом видео заложено очень много смысла, разных нюансов для начинающих, для состоятельных людей. В чем же заключается? Да даже в самом простом нюансе, когда барбекю делается на старую сухую кладку. Ведь на самом деле именно за счет таких кладочек можно строить в один этаж дома на сухую, без раствора, штукатурить, и вот вам каменный дом, жилое помещение. Если на вашем участке существует камень, какой бы он ни был, неровный, неровная геометрия, то с него можно сделать красоту. И чем больше он заукругленный, тем больше у него обтекаемость, тем лучше и красивее все это смотрится. И вот то, что мы сделали барбекю, с разновидностью дикаря дикого камня, это смотрится очень красиво. Тема интересная и необычная, потому что это камень, который взятый отсюда, с этих мест, и вот смотрите, вся вот дикость его, она смотрится очень красиво, если красиво положить камень. Для меня так это самое удивительное место, когда вот именно сделана какая-нибудь работа, именно с дикого камня. и смотрится это с определенной изюминкой. Старая подпорная стенка на сухую, и в ней делается барбекю. Вот эти все ванночки, раковинки, они старинные, и специальные рынки, где идет распродажа. Ломают старые дома, и потом на рынке продают вот именно вещи, которые уже были в использовании. Но они очень дорогие, и иностранцы любят, и любят люди просто состоятельные, там сделать какую-нибудь изюминку. И любят нас, профессионалы, которые могут что-то из этого сделать, как-то приукрасить их двор. Посмотрите, как мы все это делаем. Просто кусок стены опустили на тот уровень, который нам необходимо, чтобы поставить ту же самую мраморную раковину или мраморную плиту в виде стола. То есть верхнюю часть забора мы почистили от листьев, от веток, от всего того, к чему не липнет наш цементный раствор. И потом начинаем выставлять поэтапно. Сначала выставили раковину, потом выставили столешницу, и потом подгонять начали, чтобы сделать барбекю. Эта территория, можно сказать, в горах, там нет ни дороги, ни электричества. То есть человек делает для себя, чисто приехать, отдохнуть, как на даче. Для души, можно сказать. Весь смысл этой работы сделать из того материала, который есть. То есть сделать ее из ничего, чтобы это было красиво, уютно, чтобы приятно было хозяину отдохнуть, посидеть, сделать шашлычки. Причем домик мы тоже делали, но у меня не было тогда еще такого намерения фотографировать, снимать. Там тоже интересные моменты, которые сделали мы. получился. Веселый комплект. Ветеринский комплект. Катя. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Камни 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 Половые Камни Камни Выложили дом без раствора. Выложили на сухую, замазали, и потом уже начали все это штукатурить. И все! И ваш дом будет цена по дешевке. Смотрите, сделали старый кирпич. Если вы посмотрите на наш каминчик, передние камни, это резанные камни. Смотрятся они очень красиво, со своей изюминкой. Это моя идея. Мне нравится с ним работать. Его не нужно обрабатывать много. Если вы правильно положите, он красиво смотрится. Он отлично сочетается с диким камнем, с рваным камнем, и разными другими камнями. Возьми чистую воду и пройдись, потому что это не работа. Надо, чтобы было все четко. Порядок был. Устроить свой порядок. Мы сделали расшивку. Прекрасно смотрится кирпич в расшивке. А еще лучше смотрится какие-то камни, которые просто положены. Таким образом можно строить дома. Это чисто по секрету. Это будет трешево и сердито. Ну то есть, потому что это будет дико смотрится. А дешево, потому что специалист за день может кидать пять квадратов двусторонней кладки. За три-четыре дня он там слепил, выложил до самого верха. Залили плиту перекрытия, и потом вот таким образом, как мы вот это замазали, и потом вымываем мочалкой. Можно вымыть, и будет прекрасный дом. С пустотой в середине. Я думаю, что это идеальный вариант для того, чтобы строить такие дома. Первичная замывка. То есть, побольше водички. Затираем каждую, так сказать, щелочку, чтобы не было никакого зазора. То есть, чтобы все было растерто, все было красиво, аккуратно. Ничего страшного, если вода стекает. Вот. Все замываем. Вторичная замывка. Она будет идти, вымывая каждый камушек. Вымывая. И при этом, будет определенная красота. Чистенькой водичкой. Водичку, почаще можно менять, если мы вымоем хорошо камни. Если его покрасить в белый цвет, идеально будет смотреться. Особенно далеко. Особенно для людей, которые выросли в каких-нибудь бетонках, или в кирпичных домах, или вообще в шлакоблочных домах. Кто в чем. Ну вот, друзья. Вот такое оформление можно делать с крыва погнутого камня. Так сказать, погнутого. Потому что посмотрите, как сделан забор раньше, и как он смотрится. Как будто это специально задумано. Вся необычная структура. Мне самому нравится. А раз мне нравится, значит это хорошо. Здесь будет стоять газовая печка. Одним словом, осталось здесь докидать, и потом по кругу затереть. И так, друзья. Движемся вперед. И так, друзья. Движемся вперед. поставить ей сверху перемычку. Но оказалось, что маловато немножко. Совсем не видно. Здесь все-таки будет петрогаз. Поэтому решили немножко больше поднять. Камни уже начали заводить. Посмотрим, как это все получится. Здесь мы сделали под баллон. Так, камень не обрабатывали практически. Посмотрим, то есть это еще не завершение работы. Посмотрим все. Вот здесь мы поклали досточки. Все такое, как бы разные отходы. С той стороны на сухую выложили. И зальнем бетон. Положим две арматуры, две-три арматуры. И зальнем. в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В России этого материала много Так что, друзья, мы берем этот материал, который подручный Берем вот эту шпалу Выставляем по уровню ровно И потом делаем свод Вы видите, какие у меня кирпичики, камушки Все то, что идет на выброс Мы ничего не выбрасываем В первую очередь мы промеряем, насколько у нас перекосы где-то Там миллиметры туда-сюда Ничего страшного Раствор немного эластичный Чтобы наша шпала Мягко села Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот камень Камень Он как бы идет под определенным углом Если мы ставим его ровно Он все равно выбирает свою траекторию Свой угол За счет этого можно делать неплохие детали Как создать сферическую форму камина Итак, показываю Никаких подпорок Все держится за счет определенного угла Должен быть определенный угол камня Для того чтобы он не свежал То есть это помогает Правильно То есть кладется правильно То есть под определенным углом Он смотрится тоже хорошо Вот смотрите Я его на пухую кладу И он становится идеально Он становится очень хорошо Сейчас я на немножко растворчика И вот посмотрите он сам стоит Все классно И так Вот так Вот так И обязательно немножко пристукивать Пристукивать Для того чтобы все поры забились Тогда его можно сразу взять И отпустить 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 Но не кидать Здесь достаточно Мы здесь больше ничего не будем делать Не Ну а я имею ввиду Здесь Даже много будет То что касается угла Вот допустим Вот здесь Мы еще выведем немножко Но все таки эту Эту надо убрать Чтобы Был какой-то траектория Куда ему уходить И вот посмотрите Это Какая-то Барбекю Какая получилась Барбекю А потом Переделывали Сейчас Керамика Красавица Красиво Смотрится Дикий камень Камень Необработанный Камень Взятый С этих мест И вот Смотрите Камень 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 Был положен на сухую Смотрите Вот Посмотрите Как красиво смотрится А еще Если вот такие места Покрасить Белым цветом Это вообще Будет идеально И вот Вот Можно сравнить Вот Только Закидан Некрасивый Затертый А когда он еще покрашен Это Красота Вот Один из элементов Как Дикард смотрится Здесь Мы Добавили керамическую плитку Видите Керамическую плитку Ее Можно было Красить Ее Можно было Оставить Но Вот Это Самая Обыкновенная Галька Видите Кругляшки Из Дикаря И Как красиво смотрится Когда Смотрите Сами Двери То есть Окно Мы как бы Выдвинули наружу И Это Выделяет Очень красивый вид Дома Поэтому Если вы что-то строите Строите С определенной Изюминкой Строите С определенной Фантазией Для того чтобы Это Красиво Смотрелось Просто Это должно Нравиться Вам Стройте из камня Мастера Зарабатывайте Учитесь И зарабатывайте Мастер Мастер Парк